В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Три новых школы построят в Самаре. О перспективах развития образования губернатор говорил с педагогами. Все, что хотели знать о Самаре, но не знали у кого спросить. В городе открыли сезон бесплатных лекций. Звезды филармонии в городских парках. Фестиваль «Открытое небо и открытые сердца» приобщает самарцев к прекрасному. Три новые школы откроются в Самаре. Они построены по самым современным технологиям и должны стать одними из лучших в стране. Речь идет об учебных заведениях в Крутых Ключах, Волгаре и в Южном городе. Среди всех регионов Самарская область получила наибольшее финансирование с федерального бюджета на строительство школ. О будущем образовании губернатор Николай Меркушкин говорил с педагогами. В конце сентября в Самару приедут лучшие преподаватели страны. Здесь пройдет финал всероссийского конкурса «Учитель года». Уже пять лет педагоги 63-го региона в пятерке финалистов, а в прошлом году Сергей Кочерешко, учитель истории и общества знаний, из Самары стал абсолютным победителем. Глава региона отметил, что финал конкурса – прекрасная возможность узнать о педагогических наработках и перенять опыт учителей со всей страны. На встрече, посвященной предстоящему Дню Знаний, лучшие работники образования получили награды. Поддержка педагогов в регионе продолжится. Около 500 миллионов рублей из облазного бюджета пойдет на дополнительные выплаты педагогам. Также надбавки предусмотрены и для молодых специалистов. Я хотел бы выразить слова огромной благодарности вам за ваш труд, за вашу работу, за ваш усердие. Мы ввели, вы знаете, 5000 рублей дополнительную оплату начинающим учителям. И сейчас мы видим, как в том сельской местности, не только в сельскую, и в города стали приходить молодые учителя. Как бы сложно ни было, мы будем делать все для того, чтобы это продолжалось и учительство пополнялось молодыми кадрами. В школы Самарской области в этом году придут более 35 тысяч первоклассников. Это в полтора раза больше, чем в 2015. 99% школ уже прошли комиссионную проверку. Не готовыми к учебному году в области оказались 5 школ в Сызрани, Тольятти и Борском районе. Там не уложились сроки по капитальному ремонту. В регионе впервые с конца 90-х годов число учащихся превысит 300 тысяч. Это приведет к тому, что во вторую смену будут учиться более 30 тысяч детей. И решение этой проблемы сейчас в приоритете. Вы знаете, поставлена задача президента. Мы с вами отрабатываем этот вопрос. И нам нужно построить, сделать пристрое не менее чем к 60 общообразовательным учреждениям. И поэтому работа впереди в этом направлении очень и очень серьезная. А теперь коротко о других темах дня. К чемпионату мира 2018 года под московским шоссе появится тоннель для трамваев. Он станет частью новой линии от Ташкентской до стадиона Самара-Арена. Тоннель появится на пересечении московского шоссе и улицы Дальняя. Стройка будет идти год. На нее потратят 236 миллионов рублей. Две самарские компании получили штраф от межрайонной природоохранной прокуратуры за нарушение требований пожарной безопасности. Фирмы использовали в своей работе лесные участки около Самары и не создали вокруг территории минерализованные полосы, как этого требует закон. Виновные привлечены к административной ответственности. Руководители компаний-нарушителей заплатят штраф 830 тысяч рублей. Пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Самарской области. Чрезвычайный режим введен в Тольятти и восьми районах региона. МЧС напоминает, при пятом классе пожарной опасности запрещено посещать леса, разводить костер, оставлять самовозгораемые материалы – тряпки, бумагу, пропитанные горючими веществами. Также нельзя выжигать траву и камыш. На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме в регионе направят 2,5 миллиарда рублей. Большинство уже прошли проверку. Общая готовность больше 90%. Идет анализ состояния оборудования в котельных, на тепловых и водопроводных сетях. Кроме жилых домов, к зимнему сезону готовят другие объекты социальной инфраструктуры – лечебные, культурные и образовательные учреждения. Самые экологичные экскурсии на Самарской Луке. Туристические маршруты заповедника победили в конкурсе лучших проектов. Всего было 77 участников. Лидеров выбирали по нескольким номинациям эксперты с помощью народного голосования. Туристические маршруты Самарской Луки поддержали 70 тысяч человек. На конкурсе отметили – такие проекты помогут повысить туристический имидж и привлекательность региона. В честь 430-летия города Самарская газета запускает цикл бесплатных открытых лекций. На них выступят известные самарские историки и культорологи. Лекции будут еженедельными. Из-за ограниченного количества мест в зале обязательно предварительная запись. Забронировать место можно по телефону, указанному на экране, а также по электронной почте. Первая лекция была посвящена самарской промышленности. Слушатели узнали, какую роль сыграли куберские предприятия в Великой Отечественной войне и на каких заводах тыла ковалась победа. Особое внимание доктор исторических наук Глеб Алексушин также уделил и развитию дореволюционной промышленности в Самаре. А 19-й век, начало 20-го века не просто не знают, а даже и не желают в него погружаться. Сталкивался не раз с этими проблемами. Поэтому мне важно, чтобы у людей сегодня осталось целостное впечатление о развитии промышленности в Самаре. Самара запускает «Волну здоровья». Всероссийская акция пройдет в Поволжье уже в следующую пятницу. Самара дает старт фестивалю уже во второй раз. В Самарском министерстве здравоохранения прошла видеоконференция городов-участников акции. Представители областного правительства рассказали, как идет подготовка к ней и что ожидает участников. С подробностями Олеся Корецкая. Фестиваль «Волна здоровья» начнется 2 сентября. Здесь, на набережной Волги, около бассейна ЦСКА ВВС. Программа насыщенная. Мастер-классы, квест, флешмоб, пешеходные прогулки, футбольный матч. А вечером от причала отойдет теплоход, на борту которого будут находиться ведущие российские врачи и современное медицинское оборудование. «Волна здоровья» пойдет по Волге, в Балаково, Саратов, Волгоград и Астрахань. Фестиваль «Волна здоровья» начинался в Самаре с небольшой антинаркотической акции. А потом подключилась общественная организация «Лига здоровья нации». Расширились границы фестиваля, повысилось его значение. На связи с городами-участниками Москва министр здравоохранения Вероника Скворцова и президент Лиги здоровья нации, известный кардиохирург, академик Российской академии наук Лео Бакерия. Именно благодаря ему сотни детей в поволжских городах каждый год могут получить адресную медицинскую помощь от ведущих российских специалистов. Особое внимание маленьким пациентам с врожденными пороками сердца, а также нарушениями слуха и зрения. «Если мы в прошлом году у нас осмотрели наиболее сложных детей 355, я думаю, то есть не меньше, а то и больше. Опять осмотрят специалисты, у них есть переносное современное оборудование. Это для того, чтобы можно было в дальнейшем и направить в федеральные центры». Кроме медицинской помощи детям, волна здоровья призывает людей к здоровому образу жизни. Человек часто сам мешает себе быть здоровым, говорит министр здравоохранения. В обществе сложилась потребительская психология, когда люди ведут неправильный образ жизни, а потом требуют у врачей совершить чудо и вернуть здоровье. Акция «Волна здоровья» как раз и должна показать, что здоровый образ жизни – это реально и не скучно. Участвовать может любой, нужно зарегистрироваться на официальном сайте акции. В Самаре заявки уже подали больше трех тысяч человек. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Открытое небо, открытые сердца. В Самаре проходит фестиваль народной музыки. Концерты в парках и скверах проводятся в рамках программы «Молодежь Самары», которая помогает раскрыть таланты молодых людей и поддерживает их инициативы. Андрей Горгуленко наслаждался музыкой на свежем воздухе. Вячеслав – главный бас концерта. Чтобы спеть для самарских зрителей, приехал из Саратова по приглашению своей сокурсницы. Артисту по душе атмосфера фестиваля, а потому он уверен, что обязательно приедет еще. Я принимаю пока первый раз, но я думаю, далеко не последний. Правильно, я принимаю уже третий год участия в этом фестивале. Все очень замечательно, и артисты очень квалифицированные. Я надеюсь, что зрителям очень понравится. Самое главное это. Фестиваль «Открытое небо, открытые сердца» проходит в Самаре уже четвертый год. Проводят его при поддержке администрации города. Артисты исполняют на народных инструментах самые разнообразные произведения – от классической до эстрадной музыки. Но прежде всего фестиваль направлен на приобщение подрастающего поколения к народным традициям. Очень нравится. Мы очень часто ходим в парк и в концерты. Прям вообще отличные. У ансамбля есть и постоянные слушатели, которые приезжают на каждое выступление. С этим коллективом мы знакомы давно. Мы их посещали в филармонии. И вот опять взяли мы абонементы на этот год уже. Мы просто в восторге от их выступлений. Поддержка талантов – одно из приоритетных направлений деятельности мэрии. Для этого в городе реализуется программа «Молодежь Самары», благодаря которой инициативу молодых людей получают «Зеленый свет». Уже в четвертый год подряд мы получаем необходимую поддержку от администрации города. И благодаря этому фестиваль живет, развивается. Аудитория фестиваля молодая, молодежная. Артисты играют также молодые, с большим запалом, энтузиазмом. И много среди наших слушателей молодых семей. Это очень приятно. У артистов запланировано более 30 выступлений в этом году. Расписание концертов под открытым небом жители могут найти на сайте филармонии. В следующий раз артисты выступят 26 августа в парке имени Щерса. Начало концерта традиционно в 5 часов вечера. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Этого события ждали 10 лет. После реконструкции корпус педагогического университета на Льва Толстого вновь открывает двери. Игра не по правилам. Оба избирком выявляют нарушения в предвыборной гонке. Уфас не дремлет. Антимонопольная служба подводит итоги. На этом наш выпуск завершен. Читайте на ствиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok